Арифметика выживания. Читаем между строк проект бюджета на 2018. Из чьих карманов его планируют наполнять и что перепадет простым украинцам после депутатских торгов. Курс на 30. Правительство поведало, какой курс гривни ждет в следующем году, а на какие цифры в обменниках рассчитывать нам. Мафия в лохмотьях. Почему страну снова заполонили псевдонищие и куда стекаются миллионы, заработанные на сострадании. Добрый вечер. В эфире подробности недели с Алексеем Лихманом. Неделя эта так шумно началась, что можно было ожидать к пятнице настоящую бурю в украинской политике. Но, тем не менее, после громкой Саакашвилиады наступило относительное затишье. И заканчивается неделя уже так по-деловому, что кажется, будто один из самых нервных и при этом, как ни странно, бессмысленных дней осени был отнюдь не в прошлое воскресенье, а уже как минимум несколько месяцев назад. Ну, а сегодня главные политические слова в нашей стране – это бюджет и форум. Форум Ялтинской европейской стратегии. Пожалуй, это самая масштабная в Украине ежегодная встреча топ-политиков и дипломатов. В этом году уже 14-е. Организаторам форума и, в частности, бизнесмену Виктору Пинчуку удалось собрать в Киеве свыше трех сотен гостей из более чем трех десятков стран. Среди них ветераны американской политики Джон Керри и Кандализа Райс, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и экс-генсек НАТО Андерс Фокрасмусен. Естественно, и украинские политики, ну, по крайней мере, те из них, кто претендует на участие в принятии серьезных решений, пришли сегодня в главный день работы форума в Мастетский Арсенал. Что уже успели обсудить участники ЕС, знает моя коллега Елена Зорина. Более трехсот гостей из 34 разных стран мира. Политики, дипломаты, экономисты, философы и даже люди искусства. Встреча Ялтинская европейская стратегия в разгаре. И в этом году разговор о реформах и новых вызовах для Украины и мира. Объединить необъединяемое политику, искусство, разговоры о серьезном и украинское сало с помидорами на рынке. Овощи – это наши домашние. Сразу мы не понимали, что это оно. А когда приехали сегодня, мы были в таком захвате. Бессарабский рынок именно здесь, среди торговых лотков, в этом году открылся знаменитый международный форум. По задумке организаторов, эпатаж ради рекламы Украины и ее аграрного потенциала. Ведь все, что на прилавках – угощение. Необычное, но я очень люблю Бессарабку, то я очень счастлива, что мы тут. И украинскую ежу люблю. Я очевидно очень интересные разговоры о световых процессах и знаю, как Украина, какую роль Украина имеет в этих световых процессах. Есть прогресс. По-моему, что касается серьезных реформ, которые нужны, которые согласованы с Международным финансовым фондом или с Европейским Союзом, есть здесь прогресс. На следующий день гости переместились в Мистецкий арсенал. Здесь начинаются разговоры о серьезном. В этом году тема форума звучит так. Стал ли мир новым и что это означает для Украины? Мы создали ЕС, чтобы присоединить Украину к миру. Ей нужна европейская стратегия. Европе тоже нужна Украина. Нам необходима ялтинская стратегия. Стратегия, направленная на возобновление в Европе верховенства права путем восстановления территориальной целостности Украины. Название старое, а вот локации киевские. Каждый год участники не теряют надежду вернуться в аннексированный Крым и Ялту, чтобы так и произошло. В этом году основывают традицию. Мы по завершении нашей конференции будем говорить до следующего года в Ялте, а тем временем попробуем найти прагматичные способы вернуться туда. Кто-то уже открывал бутылки с крымским вином и снова расставляли стулья в Ялте, чтобы снова поделить мир. И мне понравилась фраза «Ни единого шанса. Увидимся в следующем году в Ялте». В коридоре, где проходит форум, вооруженные люди и подсчет денег в пачках 25 миллионов гривен или 1 миллион долларов. И так будет 12 часов. Таким перформансом современный испанский художник Сантьяго Сьерра намекает на коррупцию во властных коридорах. И она действительно есть, признает президент Петр Порошенко. Он и открывает дискуссию. Коррупция в Украине сохраняется, но прогресс в борьбе с ней есть. И его можно наблюдать, в том числе в экономике. Глава государства говорит также о конфликте на Востоке, Минском процессе и миротворческой миссии. Миротворцы на Донбассе неотъемлемый компонент минских соглашений. У нас ведь нет никаких гарантий, что Россия будет держать свое слово. Именно миротворцы могут стать тем инструментом, благодаря которому дорожная карта, принятая в нормандском формате, будет реализована. Тему голубых касок и можно ли урегулировать путем переговоров, конфликт на Донбассе обсуждают американские, европейские и украинские политики. Говорят, мол, Минск себя изжил. Но и вопрос с миротворцами нужно решать аккуратно. Минск не работает. Мы должны перезапустить минский процесс. Нужно отвести тяжелое вооружение, ввести контроль на украинско-российской границе. Теперь Путин выдвигает какую-то идею определенных сил ООН, голубых касок. Нужно убедиться, что эти голубые каски не какая-то ловушка. В том формате, что запроминала Россия, я считаю, что это просто знущение над Украиной, над этим белым свитом. Только насамперед, когда будет закрыт кордон украинско-российской, а все другое, это, знаете, развод. Стал ли этот мир новым и как отвечать на эти вызовы, дискутируют уже экономисты, философы и люди искусства. Знаменитая художница Марина Абрамович специально приехала в Киев, чтобы поделиться своим видением. В рамках форума уже завтра в столице она прочитает лекцию. Сегодня ЕС будет работать до вечера. Тем для обсуждений предостаточно. Елена Зурина, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер. Работа форума продолжается и в эти минуты. Это мы можем видеть вот сейчас даже с трансляции из форума. Мы вернемся обязательно к теме Ялтинской европейской стратегии. Один из главных гостей ЕС, Дэвид Кэмерон, дал эксклюзивное интервью для нашей программы. Обязательно дождитесь. Ну а вот где не работают не только в эти минуты, но и вообще всю неделю, хотя нерешенных задач более чем достаточно, так это в Верховной Раде. Заметьте, этот факт уже даже перестал возмущать. Он просто вызывает грустную улыбку. Наш парламент вошел в привычный для себя график существования. Неделя через неделю. И вот анонсов на следующую рабочую неделю уже более чем достаточно. Главное это, конечно же, пенсионная реформа. Сроки ведь поджимают с 1 октября, то есть ровно через 2 недели, украинцы должны получать уже повышенные пенсии. Причем это должно коснуться как минимум половины из 12 миллионов украинских пенсионеров. А решения по реформе все еще нет. И пока, честно говоря, непонятно, хватит ли коалиции голосов за весьма спорный пакет пенсионных изменений. Что конкретно должно измениться, напомнит наша короткая справка. Пенсионная реформа уже на обозримом горизонте. С двумя тысячами правок документ опять направили в парламент для окончательного депутатского вердикта. В сессионном зале реформу обещают явить до конца сентября. Итак, каких новшеств ждать украинцам, работающим и уже нет. Как и обещали, пенсионный возраст как бы поднимать не будут. Но при этом увеличат стаж. Минимальный страховой пока 15 лет. Но постепенно на протяжении 10 лет его будут повышать до 25. Именно от него и будет зависеть возраст, с которого человек сможет выйти на заслуженный отдых. Минимальный страховой стаж дает право выйти на пенсию в 65. А чтобы покинуть работу в 60, как сейчас, нужно иметь за плечами 35 лет стажа. Те же, кто не работал вообще, могут рассчитывать только на социальную пенсию. Или же купить недостающий стаж. Вот только удовольствие-то будет отнюдь не дешевое. Стоимость рассчитывается по специальной формуле. К примеру, год стажа в среднем обойдется в более чем 10 тысяч гривен. Но при этом пенсии обещают осовременить. Размер выплат будут рассчитывать по формуле. Средняя зарплата за последние три года. Соотношение средней зарплаты к собственной. Стаж и 1% коэффициент оценки стажа. Его предлагают снизить. Сами пенсии каждый год будут индексировать. А повысить должны уже этой осенью. Каждому пенсионеру обещают добавить от 50 гривен до 1000. Сумма зависит и от размера пенсии, и от возраста получателя. Должны поднять и минимальную пенсию до 1373 гривен. Но это все равно меньше прожиточного минимума. Хотя именно минималку получает большинство украинских пенсионеров. Кроме того, уже этой осенью обещают отменить 15% налог для работающих пенсионеров. Все эти новшества призваны подлатать многомиллиардную финансовую дыру в пенсионном фонде. К тому же проголосованная реформа – гарантия получения очередного транша от МВФ. Кстати об МВФ. На этой неделе в Киеве побывал Дэвид Липтон, первый замглавы фонда. У него получился такой весьма строгий визит-напоминание. Мол, в МВФ внимательно наблюдают за Украиной и точно знают, что без денег фонда страна обойтись не сможет. Липтон встретился сразу со всеми ключевыми игроками в украинской политике. Успел переговорить и с первыми лицами государства, и с представителями гражданского общества, и с журналистами. И каждый получил, так сказать, по сигналу. В том числе и в контексте пенсионной реформы. Вот, например, сегодня на сайте «Экономическая правда» опубликовано интервью с Липтоном. Он особо подчеркивает, главные аспекты правительственного варианта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Теперь весь вопрос, как будет продвигаться законотворческий процесс. И вот эта тема для нашего разговора с народными депутатами. Сергей Рудык из блока Петра Порошенко и Юрий Левченко из «Свободы». Гости подробностей недели. Здравствуйте, друзья. Кстати, оба вы работаете в бюджетном комитете, значит, отлично разбираетесь в финансовых вопросах. Я ведь прав. Первый вопрос к вам. Смотрите, вот интересно. Правительственный вариант пенсионной реформы уже получил достаточно высокую оценку и от МВФ, и от послов стран Большой Семерки. Даже лично посол США назвала его очень хорошим. Как вы думаете, в Верховной Раде нашей оценка будет такой же высокой? Я говорю о голосовании. Ну, смотрите, первое читание проголосовало 282 депутата, но вариант, который предлагал голосовать, был скоррегованный правками народных депутатов, которые я, как народный депутат, поддерживаю. Потом возникла какая-то пауза. Было ожидание, если они войдут в действующий вариант в тело второго читания и будут, власне, вынесены на голосование. Была какая-то пауза, но потом, из слов министра, все-таки дійшли до того, что они будут врахованы. Мова йшла про облик пенсионеров, про пильги, которые должны им надаваться, власне, про хорошие вещи, про единый социальный внесок. И, власне, если все они будут сохранены в остаточном варианте, думаю, что у нас будет 226 голосов. Не уверен, что это будет 282, как в первом читании, но я думаю, что процентов на 90 мой прогноз, что до конца вересня у нас будет проголосовано за основу этого закона. Вы не можете делать прогнозы до конца вересня. По-моему, осталась одна пленарная неделя до выполнения обещания и президента, и правительства. Правильно, Юрий? Не обманываю? Как Вы считаете, на следующей неделе пенсионная реформа уже состоится в стране или нет? Если Андрей Побея, глава Виховной Ради, будет действовать согласно регламенту Виховной Ради, то неможливо на следующем неделе проголосовать эту так называемую пенсионную реформу. Поясню, почему. Потому что мы сейчас остались в последнем расследовании второго читания жахливого законопракта 62.32, что до массы изменений в различных процессуальных кодексов, власне говоря, что до судочинства, где очень плохие пропозиции, власне говоря, что влада пропонует. И мы остановились на 500 каких-то правцах, а всего более 4 тысячи правок. Так вот, 500 правок мы проходили один пленарный день, четвер. Так, соответственно, простая арифметика показывает, что если паробой будет действовать согласно регламенту, неможливо за наступные четыре пленарных дня, которые будут наступные пленарные недели, пойти полностью весь этот законопракт. Послушайте, но если все пойдет по описанному Вам сценарию, то сейчас более 6 миллионов пенсионеров просто замерли у экрана. То есть 1 октября им пенсию могут и не повысить. Друзья, на самом деле, нет. Вот это иншее вопрос, так? И янешний вопрос в том, что пенсию надо бы повышать пенсионерам, и без этого жахливого законопроекта от Олигархичного уряда. То есть права в том, что у нас есть действующая законодательство о индексации пенсии. Так вот, если бы оно выполнилось, то, на самом деле, сбільшение пенсии было бы больше, чем с этим законопроектом, для большинства пенсионеров. Хорошо, но... Поэтому вопросы не в этом законопроекте. Это просто такая пиар-компанія Гройсмана, Порошенко, и других людей у влады. И так, в этом законопроекте есть одна хорошая вещь. Это то, что сбільшается вага средней заработной платы. Скажем, она поднимается, это средняя заработная плата в формуле, так? Так же сбільшается вага стажа страхового. Но, через что, этот законопроект абсолютно непонятный. Потому что в нем выполняется де-факто, не де-юре, а де-факто, подняте пенсионного века через сбільшение минимального оборудового страхового стажа. Почему не до 25 лет, как сейчас только скажут, а через 10 лет, это будет 35 лет. Ну, наши зрители, Юрий, уже в курсе, мы это уже обсуждали в предыдущих эфирах, извините. Но все-таки, пиар-компания не пиар-компания. Сергей, согласитесь, миллионы пенсионеров сейчас просто ждут. Бог с этим пиаром, дайте нам денег. По вашей оценке, насколько существенно изменятся пенсии с 1 октября или нет? И второй очень важный вопрос, есть ли у государства на это все деньги? Ну, у государства, вроде бы, есть на это деньги. Сегодня, власне, буквально годину тому закончилась презентация уряда проектов государственного бюджета на 18 лет. Из этих цифр, которые можно было бы подслухать из слов премьера, только друкованной версии еще на сайте кабину нет. Кошти на это есть. Мы можем судить по посредственных показаниях. Это плюс по инфляции, плюс по загальному доходу государственного бюджета. Он впервые за всю историю независимости будет складывать больше триллиона гривен. И инфляция не за рахунок инфляции, а за рахунок и изменшения. Если 11% прогнозировалось в этом году, мы будем мать в следующем году, дасть Бог, 7. Что касается поднятия пенсии с 1 октября, то я хотел бы напомнить, какого кола людей в цифрах это будет стосоваться. 1,3 млн. украинцев отримают надбавку на 200 гривен. 1,2 млн. людей отримают подвищение от 200 до 500 гривен. 2 млн. людей отримают надбавку от 500 до 1000 гривен. И еще 1,1 млн. людей отримают больше 1000 гривен. Я сегодня целый день проезжал на окрузе, проехал три села, залевки, сумки и голодатини. Поверьте мне, общаясь с людьми, даже 200 гривен, которые живут сегодня в сельскохи, это большие кошки. Хотелось бы, чтобы это было много, но в этих условиях дефицита пенсионного фонда, это реалистичные цифры, которые нужно просто взять и выполнить. Ну, смотрите, 1 октября уже на носу, так что скоро проверим, как будет выполнено это обещание. Ведь то, что в Украине сейчас самые низкие пенсии в Европе, знают все у нас. Это меньше 50 евро. В то время как в странах Евросоюза выплаты в среднем около тысячи. И для пенсионеров заслуженный отдых – это действительно отдых, а не суровая школа выживания, как у нас. Европейские старики путешествуют и занимаются любимыми хобби. А вот за счет чего? Как государство гарантирует вот эту безбедную старость своим гражданам? Наша Елена Абрамович узнала все о пенсионной системе Бельгии. Кстати, страны непростой в политическом смысле. Бельгийцы иногда даже больше года действующее правительство сформировать не могут. Но, тем не менее, достойную жизнь своим гражданам они обеспечивают. Итак, как живут бельгийские пенсионеры? Посмотрите в ее материале. Эрик родом из Закарпатья. До пенсии ему еще далеко, но уже решил. Получать ее будет в Евросоюзе. В Украине мы отримываем на самом деле маленькую сумму. А тут эта сумма хотя бы забезпечивает вам жизнь на протяжении месяца. Он работает на американскую компанию в Бельгии – бухгалтером. На пенсию у него идет три вида отчислений. Первый – обязательный. Это стягнение с месячной заработной платы до пенсионного фонда, так как у нас и в Украине. Бельгийцы становят более 13%. Второй – обеспечивает компания в качестве поощрения для работников. У нас есть щоречные сборы. Приходит эксперт с пенсионной компанией и поясняет, в принципе, какие есть преимущества. Плюс, посоветовавшись с коллегами, Эрик решил воспользоваться третьим видом пенсионных накоплений – персональным. Предлагает его частные пенсионные фонды и страховые компании. В моем случае это 3,5% от моей заработной платы стягивается ежемесячно. Но 30% от той общей суммы меня отшкодует государство, когда они возвращают податки. Возврат налогов – это поощрение от государства за то, что граждане заботятся о своей старости. Ведь персональные пенсии – программа добровольная. Для частных предпринимателей возвращенная сумма доходит до 70%, рассказывает бельгиец Люк. Ситуация была нестабильной, поэтому мы усердно работали и таким образом обеспечивали себе буфер для непредвиденных обстоятельств. Приблизительно процентов 30 выручки мы вкладывали в пенсионный фонд. Накопленную сумму Люк получит через пару лет, а сейчас живет на пенсию от международной компании, в которой работал позже. И она гораздо выше, чем была бы государственная. Бельгийское правительство заключило соглашение с этой международной компанией. Наш национальный стаж с других мест работы приплюсовали к годам в этой международной организации. И она стала ответственной за пенсию, а государство освободило себя от этой обязанности. Теперь на пенсии три месяца в году Люк путешествует по Европе. Пешком, с палаткой и, как правило, один. Не у всех есть силы на это, и не всем жена разрешает. Другое хобби Люка – волонтерство. Он работает на складе гуманитарной помощи для Украины. Несколько раз в неделю тут собираются пенсионеры. Для них это тоже досуг. Руководит всем 80-летняя Лилиан. У нее множество проектов, связанных с Украиной. Для пожилых людей, у которых маленькая пенсия или они не получают ее вообще. Мы организовываем, например, гуманитарную кухню в Червонограде. Сама Лилиан живет на небольшую, по ее словам, пенсию. Ведь она не всегда работала на полную ставку. Размер выплат в Бельгии зависит от стажа и зарплаты за последние пять лет. Минимальный – на уровне прожиточного минимума. Это около 800 евро. Я работала в университете, но слишком много времени посвящала помощи нуждающимся. Организовывала множество встреч, мероприятий, поэтому не закончила докторскую. А вот как раз научная степень дает пенсию на уровне госслужащих, говорит профессор экономики Филипп де Виль. А это в разы выше обычной. Профессор в университете получает, я думаю, примерно такую же пенсию, как судья в высшем суде. Когда я вышел на пенсию 12 лет назад, я получал 3100 евро. Размер выплат обычно составляет 60% от зарплаты, пропорционально стажу. Чтобы получать полную пенсию, нужно достичь 65 лет или иметь 42 года стажа. А вся система держится на высоких налогах. Вы не поверите, но разница между зарплатой и тем, что вы получаете на руки, почти 100%. Отчисления в пенсионный фонд поступают как от работников, так и от работодателей. Плюс подоходный налог. Это 7,5% от работника и 8,5% от работодателя. Бывает больше. Но этого недостаточно, и в результате приходится погашать разницу из госказны. Балансировать помогают также пенсионные бонусы от работодателей и персональная накопительная программа. И частные структуры очень надежны. Представить, чтобы сбережения пропали, невозможно, утверждают бельгийские чиновники. Для защиты есть множество инструментов. Это директивы на уровне ЕС, которые учтены в бельгийском регулировании. Их задача контролировать, чтобы пенсионный фонд или страховое агентство были устойчивыми перед кризисом. Кроме того, есть финансовые органы, которые проверяют, насколько честный продукт предлагают компании. Но несмотря на высокий уровень защиты, накопительная пенсия не самая популярная в ЕС. Пользуется ею только треть граждан Евросоюза. Чтобы повысить этот показатель, в Еврокомиссии придумали общеевропейскую накопительную пенсию. С едиными и простыми правилами для всех стран. Именно она должна стать подстраховкой для социальной системы Европы. Ведь если сейчас на каждого пенсионера в ЕС приходится 4 трудоспособных человека, то до 2060 года будет всего 2. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности недели Европейское бюро телеканала Интер. Продолжим разговор с народными депутатами. Сергей Рудык, Блок Петра Порошенко, Юрий Левченко, Свобода, гости нашей программы. Господа депутаты, вот после просмотра этого сюжета мой вопрос наверняка вам покажется наивным. Но очень важным и актуальным для наших телезрителей. Положа руку на сердце. Вы верите, что нынешнее поколение пенсионеров украинских, ну хотя бы немного приблизится вот к таким стандартам старости? Я считаю, что это возможно. 63% украинцев за межею бедности. Вот для этого треба, власне говоря, еще працювати, поднимать уровень сведомости, заниматься посвятництвом, чтобы в Верховной Раде были нормальные люди, а не чтобы их было несколько десятков. Чтобы их было хотя бы 226. Вот тогда, правда, есть шанс на достойную старость для наших старших людей. Я себе позволю посимистично поставить до прогноза про реаліз. Я думаю, что где-то на 1000 евро мы можем максимально выйти, выходить из темпи розвитков. А тут хотя бы на 500 выйти на 300. Ну, то есть, человек, который сегодня выходит на пенсию, который, дай Бог, будет жить минимум 20 лет, вот за этот период, мне кажется, нам реалистично выйти на такие цифры, потому что прерва очень большая. То есть, мы напоминаем еще раз и еще раз, что ключевая проблема нашего пенсионного обеспечения – это величезная дыра пенсионного фонда, которая формировалась не один год. Это очень сложный подход все повязывать с одним скликанием Верховной Рады. Только до сегодняшнего дня этих скликаний уже было достаточно много. Мы можем, что сказали в телевизоре, скажите, что сказали бельгийские пенсионеры в этом сюжете. Что стаж 42 года. Наши коллеги говорят, что подвищение до 25, как пропонует уряд, это жахливо, это неприятная история. Но без этого не можно. Чтобы отрабатывать 200, нужно, вы же слышали, 42 года. А у нас абсолютно большинство людей на превеликий жах в районе 20 лет. Сергей, Юрий, извините, дальше два вопроса просто в режиме блица, наверное. Потому что еще один вопрос, который затрагивает интересы даже большего числа украинцев, чем пенсионная реформа, это все-таки реформа здравоохранения нашей медицины. Не под запись политики говорят, что голоса коалиция все-таки найдет. Вы можете это подтвердить или засомневаться в этом? Я не могу, потому что я, например, лично, в первом случае не голосовал за проект ключевого законопроекта. То есть идею Ульяны Супрун вы не поддерживаете? Нет. У меня было два запобежника, на которые я обратил внимание. И как народный депутат высловывал их в качестве правок. Первое, это относится, что этот законопроект не имеет, на мою думку, относится швидкой допомогой. То есть формула, по которой платится за количество пациентов, могла бы поширюваться на местную лекарню, на районную лекарню, где есть нормальное обладание, где, скорее всего, будут приходить пациенты. Но каким образом это должно стимулироваться работниками швидкой допомоги? Они должны молиться на то, чтобы больше людей было, чтобы было, чтобы было больше людей с ломали ноги. То есть проблема номер один. И другая проблема, для меня тоже очень важная. Это сельская медицина. Чи в перспективе это не приведет к уменьшению сельских фаб и амбулаторий? Частково эту проблему мы решили именно влитку, на последнем пленарном тижне, передней сессии, проголошившись за изменения в бюджете, где выделили на сельскую медицину 4 миллиарда гривен. Но то, что я сегодня слышал, например, за слов премьера, меня турбует, что в проекте бюджета на 2018 годы только 1 миллиард гривен на сельскую медицину. Я, например, буду наполягать, как минимум, на 10, и это не популяризм. Ну, здесь у вас и вопросы к бюджету, но вопросы к бюджету мы будем обсуждать буквально через 1-2 миллиарда гривен. Потому что, если сельская медицина между первым читанием и тем проектом, которым мы проголосуем, сближится до 10, я готов голосовать, и я думаю, что... Ульяна Шупрун и сторонники реформы могут рассчитывать на ваш голос. Я понял. Юрий, в соцсетях сейчас обсуждается, призывают украинцев уже на следующей неделе прийти к сценам Верховной Рады с протестом против реформы Ульяны Шупрун. Вы не опасаетесь, что следующая пленарная неделя может подбой барабанов проходить? Ну, я про это никогда не хвилююсь, потому что я прикониваю, что каждый украинец мает право на мирный протест, а иногда даже не на совсем мирный протест. Тому я, наоборот, вітаю, когда украинцы приходят в Верховную Раду и что-то требуют. Даже если я не всегда согласуюсь, но я все равно вітаю сам факт активизма, что люди интересуются политикой, люди пытаются вплинуть на политиков, чтобы певное решение понять. Поэтому я абсолютно с этого повода не хвилююся. Знаете, если говорить про медичную реформу, так звану, то как и с пенсионной реформой, по-моему, поляга в ключевых, власне говоря, идеологии, которые закладывает Уряд в эти реформы. Замість того, чтобы належным чином оподатковывать, власне говоря, олигархичный бизнес, разбираться с всеми схемами несплаты податков, наповнювать бюджет, таким чином финансировать и пенсии, так и медицину без оплаты, Закончу за вас. Простыми словами, пытаются снова залезть в карман пациентам. Спасибо. Юрий Левченко, Сергей Рудык, были гостями подробности о неделе. Мы продолжаем, и вот какие темы вы увидите дальше в нашей программе. Курс на 30. Правительство поведало, какой курс гривни ждет в следующем году, а на какие цифры в обменниках рассчитывать нам. Коммунальная удавка затягивается все сильнее. Страна должна уже 30 миллиардов, а ее пугают еще одним повышением тарифов. Что может взлететь в цене? Мафия в лохмотьях. Почему страну снова заполонили псевдонищие? И куда стекаются миллионы, заработанные на сострадании? Бюджет. Как много в этом слове для политиков. Наконец, сегодня появился финальный вариант главного финансового документа страны на следующий год. Кабмин на своем заседании утвердил проект бюджета 2018 и направил его в Верховную Раду. Теперь депутатов до Нового года будет сложно по-настоящему увлечь чем-то еще. Второй адресат, который также наверняка получит бюджет на оценку, это МВФ. Если еще вчера тот же Дэвид Липтон, первый замглавы фонда, отказывался отвечать на вопросы об украинском бюджете на следующий год, то после официального утверждения проекта комментарий МВФ получим обязательно. Ну а начнем с премьер-министра Владимира Гройсмана. Эксклюзивный комментарий для нашей программы по госбюджету. Я абсолютно с оптимизмом смотрю на следующий год. Знаете, за один день стабилизовать то, что разваливали роками, очень сложно. И сейчас, я думаю, что мы имеем абсолютно все основы. У нас их всегда стоит выбор. Або мы дошли до точки стабилизации и роста невеликого, но и развития национальной экономики. Або мы идем дальше и пришедшим это развитие. Або так уже, как было не раз. Не один раз было то, что мы доходили до какой-то стабилизации, потом горе-политики расслаблялись, какие-то тимчасовые действия делали, для того, чтобы завоевать сердца украинских граждан. Сердца завоевывали, а потом просто их, я бы сказал, просто відвертались от украинских граждан, про них забывали и помятали про себя. Это не наш шлях, наш шлях совсем другой. Мы должны сейчас перейти к другому этапу взрослания. И это очень важно. Я наголошу на то, что наше заведение сегодня стабильная валюта, стабильные цены, высшие заработные платы, качественные послуги, медичные, освещенные, инфраструктура и все другие. Поэтому этот бюджет является честным, вчасно поданным, открытым. И мы готовы к подальшей дискуссии. Владимир Гройсман сегодня сам представлял проект госбюджета во время заседания Кабмина. Озвучил основные бюджетные приоритеты правительства. Так прибавку могут получить у и учителя. Их зарплаты в среднем вырастут на 25% и военные. Значительная сумма может быть направлена на ремонт дорог. Вот только все такие приоритеты еще придется защитить перед депутатами. Ну а заодно и отбить все их хотелки, которых наверняка наберется на десятки, если не на сотни миллиардов. Заниматься этим предстоит министру финансов Украины, Александру Данилюку. До нового года министр наверняка будет частым гостем телевизионных эфиров. Все-таки первое лицо бюджетного процесса. Но сегодня первыми он посетил нас. Спасибо вам за это, Александр. Александр Данилюк, гость подробностей недели. Ну я бы скорее всего назвал бюджетом розвитку. Бо самым таким он и есть. Он построен на очень важном документе, который мы приняли три месяца тому, первый раз в истории Украины, на трехречной бюджетной резолюции, которая была в себе трехречную перспективу о развитии Украины по ключевым направлениям. Она была в себе приоритеты уряда и как мы их финансируем. Вот на базе этой резолюции построен этот бюджет. Почему розвитку? Потому что резолюция показывала, как Украина сейчас станет, которая находится в 2017 году, как она может перейти до абсолютно другой ситуации в 2019 году, когда у нас экономика будет в другом состоянии, когда у нас будет качественная обучение, качественная охрана здоровья. И сейчас все бюджеты, которые будут разработаться в рамках этой резолюции, они будут гарантировать целью развития, которую мы заклали два месяца тому. Хорошо. Давайте разбираться, например, с запланированными доходами. Насколько они реалистичны? Несколько лет мы наблюдали, что при составлении проектов на следующий год учитывались многомиллиардные доходы от приватизации, которая не случалась. Этих доходов не было. Что со следующим годом? Наверняка, такие же цифры прописаны, сколько? И будет ли приватизация? Очень интересное вопрос. А на самом деле, действительно, в истории Украины очень часто доходы подгонялись под то, что нужно профинансировать. У нас, например, очень много людей любят и на это деньги выделить, и на это деньги. А потом, а чем их финансировать? Тогда малювались какие-то доходы, которые на самом деле не были реалистичными. Вот мы поменяли этот подход, серьезно поменяли. И мы начинаем с реалистичных доходов. Деякие из этих доходов действительно не реализировались. Например, в минулом году, на этот год, мы запланировали 17 миллиардов доходов от приватизации. Мы не получаем этих денег. Это факт. На следующий год сколько запланировали? Надо будет искать альтернативу, как профинансировать. На следующий год от приватизации сколько? Но почему? Потому что мы понимаем, что без приватизации экономика разрастать не будет. Ну, посмотрите. Смотрите, там мриды про... Я уже ответ получил, Александр. Спасибо. Я ответ получил. Те же месседжи мы слышали и в прошлом году, если честно. Но приватизации так и не случилось. Не по вашей вине. Еще один важный момент, на что я обратил внимание. Вы заложили курс доллара на уровне 29 гривен 30 копеек за доллар. Ваше личное ощущение. Мы перейдем за 30 гривен или все-таки нет? Ну, смотрите, это ориентовный курс, который мы получаем. Наш бюджет будет на макропрогнозе, который разработает некоторые показатели. Национальный банк, внешние эксперты, Министерство экономики. И это средний показатель, который закладен в бюджет. Но это не означает, что у нас будет такой курс. Мы просто рассчитываем бюджет, выходя из этого курса. Если он будет меняться, то, соответственно, и показатели будут меняться. Бюджет, он же такой живый инструмент, живый документ. Экономика развивается, она же не делается по бюджету. Но качество планирования важливая. Очень важный еще один вопрос. Это все-таки субсидии. Тарифы не снижаются. Сейчас даже угрожают, что они могут повыситься. Сколько миллиардов в следующем году уйдет на эти выплаты? Мы закрали 55 миллиардов на субсидии в следующий год. Цего будет достаточно. А сколько было в 2017-м, напомните? Было 47 миллиардов. 47 миллиардов. Мы сейчас подняли, когда был перегляд бюджета. Но на начале мы закрали 47 миллиардов. И сейчас, в принципе, это комплексный бюджет. Мы уже два недели обговорим с МВФ. То есть, это важно для нас также получать внешнюю оценку. Это реалистичный бюджет, который даже такие консервативные институции, как МВФ, поддерживают. Ну, вообще, как быть с МВФ, раз уж вы заговорили. Вот хочу поговорить о теме внешних заимствований Украины. На какую сумму вы рассчитываете в следующем году материальной помощи от МВФ и, возможно, от других западных наших кредиторов? Ну, по-перше, я бы называл это материальной помощи. Это кредиты, которые идут, до речи, не в уряд, не в бюджет. Это кредиты, которые вложатся в резервы Национального банка, которые укрепляют нашу национальную валюту гривню. Так? А стосовно финансирования самобюджету, то я буквально 4 часа тому повернулся зараз с Ротшоу из Нью-Йорка. Где мы встречались, у нас были встречи в Нью-Йорке, в Лондоне, в Бостоне. Это первое Ротшоу залучения внешнего финансирования, уже не от МВФ, а от банка, а от рынков, от конкурентных рынков, финансовых рынков, где мы можем на конкурентных условиях залучить финансирование. Но обещания какие-то вы оттуда привезли, возможно, уже подписаны документы? Мы не работаем на обещаниях. Так, у нас в этом году закладено 1 млрд долларов финансирования, залучения внешних рынков. И мы идем на рынки для того, чтобы залучить эти деньги, чтобы выиграть бюджет и выполнять программу МВФ. Тобто, еще важно, что то, что мы получили сейчас от ВИЗГУКИ инвесторов, так, мы рассказали нам, как развивается страна, какие наши планы. Все обратно внимание на бизнес-климат и на продолжение реформ. Стосовно бизнес-климату, очень много чего сейчас сделано. И мы покращили сейчас и систему администрирования ПДВ. Так? До речи, эта система дает сейчас плюс 3 млрд в бюджет только за последние 2 месяца. Александр, я вам могу только одно пообещать. Мы уже вышли за тему бюджета. Вот о бизнес-климате, о том, как чувствует себя иностранный бизнес в Украине, я обязательно подниму эту тему, но уже в следующих выпусках подробностей недели. И обязательно вас приглашаю к обсуждению. Спасибо министру финансов Александр Даниловик был моим гостем. Мы с вами продолжаем. В Украине назревают коммунальные бунты. Задолженность по стране, заводу, электричество, газ, даже старые долги за тепло, по всем позициям уже под 30 млрд гривен. И это при том, что западные кредиторы призывают Украину еще повышать базовую цену на газ. Это значит провоцировать рост и остальных тарифов. Кстати, уже упомянутый мной Дэвид Липтон в интервью «Экономической правде» сказал и об этом тоже. Мол, Украине очень важно деполитизировать вопрос газовых цен и выполнять все обязательства по автоматическому изменению цены на газ в нашей стране вслед за колебаниями цен на мировом рынке. Но вот только если уже существующие тарифы многие в Украине не тянут, то что же будет, если их еще повысят? Тему продолжит Павлина Василенко. Нет, не горячая. У меня, как и у многих украинцев, уже несколько месяцев нет горячей воды. И если нет бойлера, то принятие душа превращается в марафон с кастрюльками. И таких марафонцев в Украине в сотни тысяч. Пробежки с горячей кастрюлей и с кухней в ванную в пору признать национальным видом спорта. В Киеве некоторые жители закаляются по неволе уже несколько месяцев. Люди платят за воду, а воды вот с 31 мая, как включили, до сих пор нет. Так ждали первое сентября, думали для детей подарок нам сделают, чтобы школьников чистых на учебу отправить. Но, к сожалению, этого не произошло. Грязная пастель, или вы таки помыли? И как помыли? Моем с кастрюли, чашечкой поливаем. А похолодела вода из-за неплательщиков. Долги Киева за отопление горячую воду 2 миллиарда 600 тысяч гривен. И это десятая часть долгов всей Украины. Парадоксально, но самые злостные неплательщики живут в новых элитных домах. Вот, например, жильцы этого комплекса на Печерске, где квадратный метр, к слову, стоит от 50 тысяч гривен, задолжали за услуги почти 3 миллиона. Всего таких элитных домов-неплательщиков в Киеве 3. И общая сумма долга – 10 миллионов гривен. А за долг в 35 миллионов гривен 200-тысячный областной центр Тернополь с начала августа остался без горячей воды. И когда включат – неизвестно. Горожане уже вторую петицию на сайте Горсовета размещают с просьбой освободить от закаливания коммунальных заложников и включить горячую воду исправным плательщикам. Такие отключения абсолютно неправомирны и противоправны. Я плачу, у меня нет заборгованности. Постачальник данной коммунальной послуги не имеет права меня отключить с этой причины, что мой сосед не платит. Если мой сосед не платит, будь ласка, у нас правовая страна, обратитесь к суду. Но, оказывается, можно и справно платить, а должником стать. У меня вот это посвящение уснувания, посвящение инвалидов войны. Льготы бывший афганец Богдан Федин получил два года назад. Но на прошлой неделе узнал – должен за газ больше тысячи гривен, хотя по счетам платил вовремя. В газконторе объяснили – еще в прошлом году таким, как он, госпомощу резали. Сняли с вас пильга, где с того года, там, или в желтый, или в серпний месяц. Не попереджали, я говорю, ни письмово, ни по телефону. Как платить, не знает. Говорит, и так экономит, как может. Живет на одну пенсию. Если я заплачу, то месяц, минимум месяц, я остался голодный. В холодильнике открывать нет, газ включать в плитки нет, до чего. О, Боже, тяжело мне говорить. Ну, я не знаю. Я сказал им, что я платить не буду. Я не могу, где платить. Ну, приедут, отрубают газ. Но заплатить за услугу вовсе не означает ее получить. К примеру, бывает и так, что горячая вода вроде и есть, но по факту ее нет. Как у жительницы Львова Софии Ивановны. Сливать воду для пенсионерки – дорогое удовольствие. Щетчик мотает, как бешеный. Чтобы экономить воду, приходится расходовать газ. Но платежки все равно приходят космические. Для того, чтобы не потерять субсидию, пришлось одалживать деньги. Вот прошу, тысячу, тысячу две гривни. Это вот за этот месяц, что был, серпень. За коммуналку и уборку придомовой территории. Жители этого района Днепра платят немалые суммы. Но уже много месяцев и глаз радуют горы отходов. На эту свалку несут все. И строительный мусор, и домашний хлам. Хотя совсем рядом полупустые баки. Моя дочка вот такая гонюка видела. Вот с сыхающих, так она разводится? Да, ну, вот тоже гонюка. Там все-таки нет всего. Люди надеются, что коммунальные службы приедут и заберут отходы. Но не тут-то было. Месяц звоню ему. Три раза звонил, они говорят, ну, вам уже должен был прийти ответ. Ответ такой, что это не проблема департамента по мусору. У нас департамент по мусору есть, оказывается. И департаменты есть, и платежки регулярно приходят. А надлежащих услуг нет. При этом доказать, что коммунальная услуга ненадлежащего качества, крайне сложно. В результате украинцы часто платят за несуществующие услуги. А многим людям просто не по карману тарифы. Долг украинцев за коммуналку – 28 миллиардов гривен. Для сравнения, если в прошлом году платили 94% людей, то теперь 83%. Лидерами по долгам на конец лета стали Тернопольская и Черновицкая области. Но самый крупный должник – государство. До сих пор не проведены взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями за субсидии и льготы. А впереди – отопительный сезон. И новые цифры в и без того солидных платежках. А значит, коммунальные долги будут только расти, как снежный ком. Павлина Василенко, Галина Якушко, Елена Миндалюк, Ольга Паломарюк и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал «Интер». Обсудим и эту тему, и планы Рады на ближайшие пленарные недели с представителем оппозиции. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, гость подробностей недели. Приветствую вас, Юрий Натальевич. Добрый вечер. Посмотрите, мне кажется, моя коллега Павлина Василенко права. Будут расти долги, как снежный ком. Сейчас уже около 30 миллиардов. Они ведь не один год накапливались, эти долги. Новый отопительный сезон. К весне эксперты прогнозируют до 50. Эта цифра уменьшится. Что со всем этим делать, с этим валом? Ну, о чем с того, что сегодняшнее правительство и предыдущее сделали дичайшую глупость, когда 8 раз подняли цены на газ, из-за часов на греи произошло повышение тарифов для населения. Вот когда сделали такой подъем тарифов, которые люди вообще не могут платить, и всю страну посадили на субсидии, дальше выяснилось, что не хватает субсидий в бюджете. И сегодня дефицит субсидий уже мы видим около 15 миллиардов за этот год. Поэтому эти долги накопились недавно. Это накопилось за последние три года. И они действительно будут расти, потому что люди просто не в состоянии платить. Какой из этой ситуации выход? Во-первых, убрать эту несправедливость. Тарифы снизить нужно в два раза. Сколько невозможно объяснить, почему газ собственной добычи, себестоимость которого 700 гривен, должен продаваться за 7 тысяч. Даже со всеми налогами, с отчислениями, с инвестиционными составляющими, это около 2,5 тысяч. Поэтому надо снижать тарифы минимум в два раза. И тогда вся страна не будет заложником субсидий. Тогда люди смогут платить. А так это ком будет нарастать. Ну, вообще-то при низких тарифах, возможно, и о субсидиях можно будет забыть. Если говорить о следующей пленарной неделе, Юрий Анатольевич, главный вопрос запланированный, это пенсионная реформа. Ваша фракция готова поддержать проект, который прошел уже первое голосование? Там два вопроса, которые вызывают резонанс в обществе. Это пенсионная реформа и медицинская реформа. Значит, мы считаем, что обе реформы не готовы. Обе реформы породят еще больше хаос в стране. Особенно пенсионная реформа, которая абсолютно неправильно сделана правительством, когда вообще лошадь поставили впереди телеги, пытаются, возводить телеги и пытаются сдвинуть эту конструкцию. Что произошло? МВФ требует снижения дефицита пенсионного фонда. Что должно сделать нормальное правительство? Оно должно увеличить наполнение фонда для того, чтобы уменьшить дефицит. Для этого надо либо повысить среднюю зарплату по стране и увеличить количество рабочих мест, потому что сегодня один работающий кормит одного пенсионера в нашей стране. И при существующей средней зарплате в 7 тысяч гривен, 20% отчисления в пенсионный фонд, вот 1400 гривен может быть пенсия без дефицита. Пенсия около 2 тысяч, то есть, соответственно, есть дефицит. Поэтому правительство надо думать о том, чтобы поднимать либо зарплату, чтобы увеличить отчисления, либо чтобы не один работающий кормил одного пенсионера, а их было два, как это в Европе. Пошли по самому тупому неправильному пути. Просто сократили выплаты из пенсионного фонда, уменьшили их, и за счет этого отчитываются перед МВФ о том, что будет ликвидирован дефицит. Естественно, мы на это пойти не можем, поскольку у нас уменьшится количество пенсионеров, получающих пенсию. Берем второй вопрос, медицинская реформа. Понятно, что медицину надо реформировать, все недовольны, 70% населения считает, что медицина отвратительна. Но надо же подумать, как это сделать. Они пошли по какому пути? Взяли, первое, практически узаконили платную медицину. То есть, если человек приходит делать операцию, он должен за нее платить, и непонятно, откуда он возьмет деньги для него. То есть, страховая медицина, как таковая, не отработана. Как во всем мире. Есть страховая компания, которая оплачивает услуги, медицинские услуги. Ну, вот только что Юрий Левченко в предыдущем разговоре говорил о том, что перекладывают ответственность государства, залезают в карман больных, и таким образом хотят что-то реформировать. По всем разговорам о децентрализации, о том, что повышается финансовая самостоятельность регионов, делают орган, агентство, которое в ручном режиме будет распределять весь медицинский бюджет, 97 миллиардов гривен, вплоть до ФАПа. То есть, местные советы, областные советы уже исключаются из этого. Все будет делать чиновник. На чем еще, извините, на чем еще на следующей неделе будет акцентировать внимание Верховная Раде оппозиционный блок? Оппозиционный блок занимает свою следующую позицию. Первое, значит, он должен, должно отчитаться правительству и представить программу выхода из экономического кризиса. И на базе соответствующего уже программы, если она будет принята, будет тогда, значит, парламент принимает законы, которые реализуют программу. Второй момент, мы обязательно акцентируем внимание и поставим вопрос о политических репрессиях. Ведь что сегодня произошло? Сегодня арестовали на два месяца без права залога бывшего министра юстиции Лавиновича. Какая реальная причина ареста человек, который никуда не прятался, жил в стране, ходил на допросы и был законопослушным гражданином? Неделю назад, в прошлое воскресенье, было отвратительное событие, которое опозорило нашу страну в глазах мирового сообщества, когда лицо кавказской национальности с компанией своих соратников грубо нарушило государственную границу, а президент Порошенко и его команда, которые обязаны обеспечить неприкосновенность границ, дали какие-то невнятные комментарии, и никто из этих людей не понес ответственность. Ну, пока были аресты только двух жителей Полтавской и Волынской областей, по-моему. Мы нашли каких-то двух козлов отпущения, чтобы отвлечь внимание от этого безобразия, решили арестовать Лавриновича, чтобы показать, что вот они борются с нарушителями конституционного порядка. А на самом деле реальная причина – это попытка отвлечь внимание от того, что президент и его команда не выполнены данные им конституционные права по защите государственной границы. И мы обязательно этот вопрос поднимем, мы обязательно на нем будем стоять и требовать освобождения Лавриновича. Понятно. Спасибо вам за ответы на вопросы. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко был гостем подробностей недели. Мы с вами обязательно продолжим, но после короткой рекламы. Обмен на долгой паузе. Почему застопорилось освобождение плененных на Донбассе украинцев? Мафия в лохмотьях. Почему страну снова заполонили псевдонищие? И куда стекаются миллионы, заработанные на сострадании? Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в прямой эфир. Взрыв в лондонском метро. Сегодня утром в час пик в вагоне поезда сдетонировало самодельное взрывное устройство. Его оставили в ведре с включенным таймером. В результате 29 человек попали в больницу. Угрозы для их жизни нет. Очевидцы взрыва видели пострадавших с обожженными лицами. Многие получили травмы в давке. Услышав громкий хлопок, люди в панике бежали к выходу. Как выяснилось, взрыв мог быть намного сильнее. И жертвами могли стать десятки людей. Но бомба не сработала должным образом. Сейчас полиция разыскивает исполнителя атаки. И уже квалифицировала инцидент как теракт. Пятый в стране за этот год. И первый, в котором никто не погиб. И более 80 человек погибли из-за террора природы. Ураган по имени Ирма. Самый сильный в Атлантике за последние 10 лет. Некоторые островные государства Карибского бассейна опустошены настолько, что это можно заметить даже на снимках из космоса. Пострадали и южные штаты США. Особенно Флорида. Убытки уже оценивают в сотни миллиардов долларов. А эвакуировать пришлось больше 6 миллионов людей. Почему стихия оказалась настолько сильной? И чего ждать от следующего урагана, который уже идет по следам Ирмы? Выясняла Светлана Чернецкая. Непригоден для жизни. Таков вердикт острову Барбуда в Карибском море. На него ураган Ирма обрушился с максимальной силой. И на восстановление уйдут не месяцы, годы. Этот ураган родился больше двух недель назад возле Африки и сразу же начал набирать силу. Он пересек Атлантические океаны и до островов Антигуа и Барбуда дошел, достигнув наивысшей пятой категории опасности. Он почти стер с лица земли маленькие острова Карибского бассейна. А это излюбленные места отдыха богачей со всего мира. Бирюзовая вода, песок цвета слоновой кости и экзотические пейзажи. Это все было в прошлой жизни, до Ирмы. Она же не пощадила ничего. От невероятных порывов ветра дома рушились, как карточные домики. Деревья с корнями летали в воздухе. Мой дом, мой бизнес, мои машины. Ничего не осталось. Все пропало. Все. Я остался с одним чемоданом. Британские и американские Виргинские острова, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сент-Квиз и Невис. Везде ураган оставил после себя опустошение. По оценке Красного Креста, на Карибах пострадали более миллиона человек. Погибли минимум 30. Выжившие остались без самого необходимого. Не хватает еды и воды. Нет электричества. И никакой связи с внешним миром. Мы даже не можем позвонить никому. Некуда жаловаться. Никто нас не слышит. Впрочем, помощь поступает и из Великобритании, и из Франции, и из Нидерландов. На Карибы отправляют военных и спасателей. А также в манитарку. Почти 60 миллионов фунтов пострадавшим выделил Лондон. Еще 50 миллионов евро в Париж. Мы везем медицинские препараты и строительные материалы. Мы также займемся восстановлением, водоснабжением и реконструкцией портов. Отрезаны от мира до сих пор и жители Пуэрто-Рико. Электроопоры повалены. Домой не могут вернуться около 6 тысяч человек. Они по-прежнему в убежищах. В столице соседней Кубы по центральным улицам можно только плыть. Все курорты опустили. Туристы в спешке покинули остров. 10 человек погибли. Уже неделя прошла, а у нас до сих пор нет света, нет воды в кранах, нет топлива, чтобы готовить еду. Все наши запасы уже истощились. С ужасом приближение Ирмы ожидали в США. Штаты еще не успели отойти от урагана Харви, который затопил Техас и унес жизни 60 человек. А в этот раз стихия нацелилась на Флориду. Увидев масштабы разрушений Ирмы, желающих испытывать судьбу не было. Люди массово покинули дома. К эвакуации призвали 6 миллионов жителей. Но Ирма пощадила американцев. На подходе к материку она ослабела. Правда, все равно нанесла многомиллионные убытки и унесла 20 жизней. В то утро, когда мы покидали дом, было очень грустно. Мы не знали, когда вернемся и что нас будет ждать. А когда вернулись, я просто разрыдался. Мой дом стоял на месте. Впрочем, местные власти призывают людей не спешить возвращаться. Еще не восстановлено электроснабжение. Многие дома нужно проверить на прочность, разблокировать дороги и мосты. Хуже всего ситуация в 25 километрах от Майами, на островах Флорида Кис. Здесь объявили гуманитарный кризис. Я жил здесь 15 лет. И вдруг в одночасье моего дома не стало. Не представляю, как жить дальше. Это же надо начинать все сначала. За бензином и горячей едой огромные очереди. Из-за отсутствия электричества в доме престарелых погибли 5 человек. Еще 115 эвакуировали в безопасное место. И в Америке, и на Карибах разгул мародерства. А возврат к нормальной жизни усложняет опять-таки стихии. Ураган Хосе, который идет вслед за Ирмой, не дает воде уйти. Сейчас он ослабел, но может опять набрать силу. На этой неделе произошло довольно редкое явление. Когда в одном районе сформировались сразу три урагана. Ирма, Хосе и Катя. Ученые все еще изучают причины. Но по прогнозам экологов, из-за глобального потепления ураганов станет меньше. Правда, они будут намного мощнее. Светлана Чернецкая. Подробности недели. Телеканал Интер. Интересно, что невольной политической жертвой ураганов в Атлантике стал президент США Дональд Трамп. Он занимает весьма скептическую позицию по вопросу об изменении климата. Если не сказать, что вообще отрицает влияние людей на климат. И даже сейчас, когда американцы столкнулись с самыми серьезными ураганами в истории наблюдений, Трамп все равно заявил, что не видит связи между этими разрушительными явлениями и климатическими изменениями. Мол, бывали штормы и посильнее. Это цитата. Впрочем, американскому президенту уже три раза за последние три недели пришлось посещать пострадавшую Флориду. Возможно, он изменит свою позицию. А вот по северокорейскому вопросу Трампу явно придется не просто менять свою позицию, а подкреплять слова делами. Американский президент уже не раз обещал реагировать очень жестко. Если режим в КНДР не прекратит разрабатывать ядерное оружие, не исключая даже военный вариант развития событий. И вот сегодня появилось очередное доказательство, что Ким Чин Ын отступать не намерен. Пхеньян провел новое ракетное испытание. Баллистическая ракета, запущенная в сторону Японии, пролетела над ее территорией и упала в океан в двух тысячах километров от острова Хоккайдо. В некоторых районах Японии власти даже предупреждали жителей об опасности. Возможно, это ракетное испытание в Северной Корее расценивают как ответ на принятое Совбезом ООН в начале этой недели решение об усилении санкций против КНДР. И вот все это на фоне начавшей работы очередной сессии Генассамблеи ООН. Кстати, уже в ближайшие дни сессию посетит и украинская делегация во главе с Петром Порошенко. Для Украины важно, чтобы в ООН наконец решился вопрос о миротворческой миссии для Донбасса. Причем в формате, который предложен Киевом еще в 2015 году. Хотя формального документа с четко зафиксированными украинскими условиями работы такой миссии пока и не существует, проект еще разрабатывается и согласовывается с представителями государств друзей Украины, основные принципы уже озвучены. Как минимум, миротворцы должны работать на всей оккупированной территории Донбасса и на государственной границе Украины и России, а не только на линии соприкосновения, как предлагают в Кремле. Эти принципиальные моменты подтверждают и в Соединенных Штатах. Любые миротворческие силы должны иметь широкий мандат, обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы, включая саму границу с Россией, чтобы избежать раздела Украины. Важный момент здесь, позиция Европы, а вот там все не так просто. В Евросоюзе уже традиционно, сколько стран, столько и мнений. И сколько политиков, столько, так сказать, градаций отношения к России. Вот, например, в Берлине некоторые официальные лица уже настолько воодушевились согласием Кремля на хоть какой-то формат миротворческой миссии для Донбасса, что уже заговорили о возможном снятии санкций с России. Насколько далеко это все может зайти? Вот это вопрос для Татьяны Лагуновой, нашего корреспондента в Берлине. Она сейчас на связи со студией подробности недели. Татьяна, приветствую. Очень короткий вопрос у меня. Готова ли Германия поддержать украинскую позицию по миротворцам для Донбасса? Ну, Алексей, в целом позиция Германии совпадает с позицией Украины. Ее еще на прошлой неделе озвучила заместитель пресс-секретаря немецкого правительства. Улилики Демер сказала, Германия поддерживает инициативу введения миротворческой миссии на Донбассе, но есть несколько важных моментов. Немцы считают, мандат миротворцев должен распространяться на всю зону конфликта, а привлечение сепаратистов к любым переговорам по вопросу миссий неприемлемо. И эти ключевые моменты уже на этой неделе в телефонном разговоре с российским президентом обсудила и канцлер Германии Ангела Меркель. Сейчас Берлин взял паузу, ждет сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где этот вопрос обсудят более детально, ну и готовятся, конечно, к парламентским выборам. На тему миротворцев высказался и министр иностранных дел Германии, который, собственно, и будет представлять страну на сессии Генеральной Ассамблеи. Зигмар Габриэль довольно неожиданно заявил, Москва посылает Западу сигнал, что готова сотрудничать. Так, мол, может и не стоит ждать полного выполнения минских соглашений, а, например, ослабить санкции против России, если на Донбассе хотя бы установится режим тишины в качестве вознаграждения. Такое щедрое предложение Габриэля, который, кстати, не факт, что сохранит свой пост после парламентских выборов, поддержки в Германии не нашло. Офис канцлера в который раз повторил сначала полная реализация минского пакета, ну а уже потом все остальное. Алексей? Все ясно, спасибо. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, была на связи со студией. Но у меня есть еще одна новость по этой теме. Президенты Франции и России провели сегодня телефонные переговоры. Конечно, по поводу Северной Кореи, все-таки именно эта проблема номер один международной политики сейчас, но затронули и войну на востоке Украины. Путин призвал Макрона поддержать российскую инициативу по миссии ООН на Донбассе. Можно предположить, что это только начало работы Кремля по продвижению очень ограниченного формата миротворческой миссии, который уже отвергнут Украиной, но может послужить основой для большого международного компромисса. Ну а пока перемирие. Под свист пуль и разрывы снарядов. Вот, например, сегодня со ссылкой на Александра Хуга, первого заместителя главы мониторинговой миссии ОБСЕ, появилась информация о том, что за время так называемого школьного перемирия с 25 августа на Донбассе зафиксировано более 4000 обстрелов. Боевики нарушают договоренности каждый день. Вчера обстреливали позиции наших военных возле пропускного пункта Майорская, через который проезжают мирные жители. К счастью, пострадавших среди них нет, но в рядах военных за последние сутки есть потери. И сейчас на фронте работает наш военный корреспондент Геннадий Вивденко. Он с нами на связи. Гена, добрый вечер. Какие последние у тебя новости с фронта? Прошу. Добрый вечер, Алексей. Новости у меня, к сожалению, не добрые. Вчера под Авдеевкой погиб боец 72-й бригады с позывным «Матрос» от снайперской пули. Пятеро бойцов за неделю были ранены. Окупанты особенно активны под Мариуполем, Песками и Авдеевкой. В основном, как говорят военные, это демонстрация их огневого присутствия. Уже массировано используют бронетехнику, тяжелую артиллерию, снайперские пулеметы. Утесы у них постоянно работают. Это носит провокативный характер, чтобы мы ответили. На данный момент у нас перемирие, нам не можно ответить только в разе прямой загрозы. Это крупнокалиберный кулемет, калибр 12,7. Они с прицелами больше точно работают. С минувшего воскресенья, по подсчетам штаба АТО, российские оккупанты открывали огонь почти 200 раз. Когда группы противника подходили совсем близко, наши давали отпор и стрелкового оружия, и гранатометов. Всего более 40 раз. Руководство штаба АТО опровергает информацию, распространяемую в интернете, что якобы бойцов будут штрафовать за открытие ответного огня в свою защиту. Между тем, на наших глазах вчера из поселка Пески увезли трех раненых бойцов. Там весь день обстрелы. Противник применяет тяжелые минометы, БМП и танки. Провокуют нас на открытие огня с наших огневых точек, чтобы танкам с большого расстояния их погасить. 1,40 минут там ездят. В начале началось 120 минометов, началось обстрел. Часов в полдевятого, где-то, примерно вечером. На минут 40 они лупили 120-ми беспрерывно сюда, по поселку. Когда начали работать по нас крупнокалиберные пулеметы, эти цели, которые мы можем погасить, начали уже провоцировать, стрелять по позициям. Боя миномет стрелял в основном сюда. Возобновились бои в Луганской области. Под поселком Крымским ранены двое украинских бойцов. Но есть и хорошие новости из Донбасса. Началось строительство газопровода Очеретина-Авдеевка. Боевики перебили трубу, которая шла с оккупированной территории. И не дают ее ремонтировать, шантажируют. Три месяца больше 15 тысяч человек живут без газа. Но теперь прокладывают новый газопровод с нашей стороны. Ну и пока люди выживают как могут под обстрелами, которые противник не прекращает. А в неофициальных беседах наши бойцы признают. Так называемое школьное перемирие закончено. Это все пока, Алексей. Спасибо, коллега. Наш военный корреспондент Геннадий Вивденко продолжает работать на востоке страны. Четыре месяца безуспешных переговоров. За это время даже миссия ООН по правам человека так и не смогла добиться конфиденциального разговора с теми, кто находится в заложниках у боевиков на Донбассе. А таких людей больше сотни. Это и военные, и обычные гражданские. В последний год освобождение пленных идет крайне сложно. Террористы срывают все договоренности. И больше сотни украинских граждан находятся в заточении в нечеловеческих условиях. Любовь Кукла пообщалась с людьми, которым удалось вырваться из этого ада. Их истории дальше. Полковник! На колене! Это я! Они прошли через то, что сложно представить в цивилизованном мире 21 века. Пыточные в сырых подвалах и унижении. В плену боевиков ДНР и ЛНР побывали тысячи украинцев, военных и гражданских. Эти кадры без преувеличения видел весь мир. Слепой, без обеих кистей, украинский партизан Владимир Жемчугов обнимает свою жену. Пойдем. Пойдемся. Пойдем. С тех пор прошел ровно год. Сейчас Владимира не узнать. Уверенным шагами, широкой улыбкой он вместе с женой Еленой поднимается к нам на канал. И сразу вызывает восторг, крепко пожимая мне руку. О! Ого! И сам на компьютере смотрит видео своего освобождения. После шести сложнейших операций и реабилитации в Германии ему поставили протезы и частично вернули зрение. Но есть раны, которые не под силу вылечить даже лучшим медикам мира. Вы это помните? Да, я это помню. Моя семья долго боролась, чтобы мне не мучили воспоминания, страшные сны. Поначалу, да, были беспокойные сны у меня. Хоть время и лечит, воспоминания, говорит Владимир, слишком свежим. Я не видел ни солнечного света, ни чистого воздуха. Меня не водили на прогулки. Единственная моя прогулка была в палате от стенки до стенки. Это семь шагов. Сейчас Владимир все еще на реабилитации. Чтобы хоть частично вернуть прежнее здоровье, ему предстоят годы лечений. Но на судьбу не жалуется. И за поддержку благодарит свою жену Елену, которая не отходит от него ни на шаг. А кто вам звонил? Ну, когда меня освободили, вот этот момент, первый звонок, мы позвонили маме. Сказать, что я уже освобожден. Но потом мне позвонил президент Порошенко. Фильм ужасов «Наяву». Так вспоминает свой плен украинская журналистка Мария Варфоломеева. Ее коренную жительницу Луганска. Могевики отправили в заключение за фотографии. Это 9 января. Это день очень трудно забыть, к сожалению. Потому что я просто шла, фотографировала обычное здание, обычный жилой дом. И из него вышли люди с автоматами. И на этом моя журналистская деятельность в Луганске остановилась. Оказалось, это был стратегический объект боевиков ЛНР. Место их дислокации. За это Машу обвинили в шпионаже. Ее обмен срывался несколько раз. Прошло больше года прежде, чем Варфоломееву все-таки удалось освободить. Я стою перед турникетом и пытаюсь собрать, хотя я в Киеве жила уже очень много лет, и я понимаю, что нужны жетоны. И я обращаюсь к девушке. Я говорю, девушка, извините, у вас нет жетончика лишнего? Она мне его протягивает и говорит, с освобождением вас. Мы очень за вас рады. Это такое было счастье. Сейчас Маша, студентка Могилянки, учится на втором курсе, изучает психологию. Но из журналистики девушка не ушла, пишет материалы для украинских СМИ. Правда, на фрилансе, ведь теперь всю себя посвятила учебе, как и мечтала. Владимир Жемчугов, Мария Варфоломеева. Истории этих людей все-таки закончились благополучно. Но так везет, к сожалению, не всем. Вот фото людей, которые вернулись из ада. Из ада пленобоевиков. Многие пришли через пытки. Всего удалось освободить 3000 человек. Но когда вернутся домой, остальные пока неизвестно. А остальные – это больше 100 человек. Точное количество определить сложно. Боевики отказываются обнародовать списки пленных. И если с военными ситуация обстоит немного проще, гражданских террористы предпочитают не отдавать, называя их гражданами псевдореспублик. Среди таких – ученый-религиевец мировым именем Игорь Козловский. Мы живем в очень сложное время. Очень сложное время, которое можно назвать временем выбора. Этот выбор всегда между добром и злом, между светом и тьмой, между миром и войной. Из оккупированного Донецка Козловский уехать не смог. Осталось ухаживать за сыном-колясочником. А в январе прошлого года попал в плен к боевикам. Вот только за что – неизвестно. Был взрыв на площади Ленина, какой-то микровзрыв. Взорвали пятку Ленина, памятника. И после этого там покатилась волна репрессий. И вот в этой волне репрессий арестовали его. Официальной информации о причинах задержания ученого не было. По словам родственников, его обвинили в хранении боеприпасов и шпионаже. Ухаживал за сыном, ходил на прогулки и писал дома в фейсбуке, читал книги, готовил там свои работы для конференции, статьи какие-то научные писал. То есть никакой другой деятельности он не вел. Поэтому, а что послужило причиной, мы не знаем. Не знают, но продолжают надеяться на чудо, как и родственники остальных украинских пленных. За их возвращение домой официальный Киев в рамках компромисса намерен освободить больше трех сотен пророссийских диверсантов. За этот год из рук боеприпасов освободили лишь двух женщин. На этом обмин пленными застыл. Любовь Кукла, Геннадий Анякиенко, Елена Зорина, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и вот на таком фоне есть один простой вопрос. Если сейчас не удастся реализовать идею размещения на Донбассе миротворцев ООН, то какие могут быть еще способы остановить войну? Действительно ли миротворцы последний реальный шанс Украины на мир? Обсудим это с одним из самых опытных украинских политических наблюдателей. Александр Мартыненко, генеральный директор агентства Интерфакс Украина. Сейчас на связи со студией подробности недели. Приветствую вас, Александр. Спасибо, что присоединились. Скажите, вот по вашей оценке, если лидеры США, Европы, Украины, России все-таки придут в компромиссу по миротворцам для Донбасса, то за какой срок реально организовать отправку такой миссии на восток нашей страны? Вы знаете, срок здесь может быть достаточно небольшим, но в пределах полугода может чуть больше. Но вы в самом вопросе, на самом деле, мне кажется, и задали тренд, потому что вот это условие о том, что если они договорятся, это действительно очень важно и тут действительно нужно какое-то общее решение. И, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сказать, что это решение может быть найдено. Поскольку стартовые позиции всех сторон очень далеки друг от друга, мы прекрасно знаем о том, что последняя позиция России, да, она может измениться, как уже было раньше, но пока это исключительно миссия ООН, как охрана миссии АБСЕ, которая, как мы знаем, действительно не контролирует полностью границу и вообще не контролирует полностью ситуацию в этих так называемых республиках. А точка зрения Украины и партнеров Украины, как мы тоже знаем, она совершенно другая. Это не просто разница в подходах, где находиться этим членом миссии, это разница концептуальная, да, что она должна делать. Тут, на самом деле, очень важный вопрос один. Это путь к замораживанию конфликта или путь к ее решению? Сегодня на конференции в Киеве, в которой я был, я услышал бывшего посла США в Совете Безопасности ООН, который считает, что это путь к замораживанию конфликта, который, как вы понимаете, не решает его, а загоняет этих противников вглубь. На самом деле это ведет к тому, что Украина может оказаться без Донецка и Дуганска на долгие десятилетия. А нам, на самом деле, нужно этот конфликт решить. Решить путем демилитаризации региона, прежде всего, вывода оружия и не поставок туда очередного вооружения, тяжелого, прежде всего. Это, как бы, стартовые условия. Ну и потом, соответственно, реформы, все, о которых мы говорим, выборы политические и так далее. Но вот можно ли достичь миротворцами вот этой цели? На самом деле, пока большой вопрос. Ответ на него будут, этот вопрос будет обсуждать в Нью-Йорке, безусловно, сейчас на Генассамблее, он и президент сегодня об этом говорил. У президента на сегодня, когда ему задавали этот вопрос, не приведет ли это к замораживанию конфликта на долгие годы, он сказал примерно следующее, надо обсуждать. Надо обсуждать условия, надо обсуждать мандат, надо пытаться договориться. И это, на самом деле, правильно, но я не уверен на сегодня, что эта договоренность может быть достигнута. Спасибо. Спасибо, Александр Мартыненко, генеральный директор Агентства Интерфакс Украина, отвечал на мои вопросы. Нам с вами, Александр, остается только пожелать успеха и выдержки нашим дипломатам. Очень нелегкие времена их ожидают, конечно. Ну и уже весьма активно обсуждают идею размещения миротворцев на Донбассе, украинские политики, парламентарии. Собственно, те люди, которым и предстоит формулировать и утверждать конкретные решения по работе этой миссии. Позицию оппозиционного блока по миротворцам для Донбасса сегодня озвучил Сергей Левочкин. Идею использовать голубые каски ООН оппозиционный блок предлагал еще в 2014 году. Она была в перечне 10 инициатив по мирному регулированию, которые мы тогда выдвигали. Мы рады, что в конце концов власть прислушалась к этой идее, и сейчас эта тема становится доминирующей. Мы очень рады тому, что мирный процесс находит свое продолжение и развитие. Мы считаем то, что будет участвовать миротворческий контингент на территории Донецкой и Луганской областей, это большой шаг к миру. Главная задача Украины на этой Генеральной Ассамблее ООН – получить решение о введении миротворцев на Донбасс. Это даст новый этап мирному регулированию. Это станет реальным шагом к прекращению огня. Мы, оппозиционный блок, готовы в парламенте поддерживать любые законопроекты, которые урегулируют ситуацию на Донбассе. Наша главная цель – мир. Мы готовы голосовать за все законы, которые принесут мир в нашу страну. Сразу после прекращения огня мы требуем, чтобы были возобновлены все социальные выплаты гражданам Украины на территории конфликта. Мы требуем, чтобы украинская власть восстановила работу банковской системы, государственных учреждений, как только будет такая возможность. И возвращаемся к главной дипломатической площадке сегодняшнего дня в Украине – форуму ЕС, который проходит в столице. Наш корреспондент Алексей Пшемызский наблюдал, как завершается сегодняшний день форума. И сейчас он на связи со студией подробностей недели. Алексей, приветствую тебя. Скажи, что сейчас делают участники форума и чего ждать от дня завтрашнего? Добрый вечер, Алексей. Ну вот буквально несколько минут тому назад завершилась сегодняшняя дискуссия ЕС. Скажу, что вот такой совершенно приятной неожиданностью стало участие тайного гостя. И вот этим вечером тайной гостей оказалась дочь, наверное, самого известного на сегодня в мире физика Стивена Хокинга, Люси Хокинг. А вот уже после нее в прямом эфире США к участникам форума обратился и сам Стивен Хокинг. Собственно, он говорил о том, насколько важно в эпоху вот такого совершенно быстрого развития современных технологий людям все же решать конфликты между собою. Ну и похвалил украинских ученых за их вклад в развитие мировой науки. Конечно же, все ожидают завтрашнего дня. И завтра лекцию прочитает еще одна участница форума, всемирно известная художница Марина Абрамович. Скажу, что из-за того, что более 4 тысяч человек захотели послушать ее лекцию о своей выступлении, она перенесла в Октябрьский дворец. Ну и, конечно же, наверное, самой ожидаемой политической фигурой завтра будет спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Вот как нам удалось узнать, настолько много журналистов хотели взять у него интервью, Ну и скажу, что он пообещал пообщаться со СМИ вот прямо здесь, во дворе эстетикого арсенала и ответить на все вопросы. Но, конечно же, они будут касаться миротворцев на Донбассе, будущего нормандской четверки и будущего минских соглашений. Ну и скажу, что о будущем Минска сегодня нам удалось поговорить и с бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном. Он дал нам эксклюзивное интервью и также сказал о том, каким видит будущее Украины и будет ли это будущее европейским. Я предлагаю послушать его интервью. Господин Кэмерон, прежде всего, спасибо за возможность интервью. Я хотел бы спросить вас о минском процессе. Верите ли вы в минские соглашения? Считаете ли вы, что Минск может вообще не быть выполнен? Возможно, стоит пересмотреть соглашения? Я верю в принципы, на которых основаны минские соглашения. Это прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов. И то, что Украина, как суверенное государство, должна иметь возможность контролировать свои восточные границы. Но есть проблемы с выполнением этих пунктов. Я считаю, что нам необходимо поднимать эти вопросы на переговорах, чтобы очертить конкретные шаги, как воплотить их в жизнь. Для того, чтобы увидеть реальный мир и урегулирование этой ситуации. Но мы ни в коем случае не должны уступать принципам, заложенным в основу минских соглашений. Видите ли вы необходимость внести изменения в соглашения? Очевидно, что сейчас процесс застопорился. Война продолжается, люди гибнут, украинцы страдают. Нам нужно сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Нужно оставаться верными принципам Минска. Но внести новые коррективы, чтобы обеспечить отвод тяжелых вооружений, прекращение огня, возврат Украине контроля над восточными границами. Возможно, эти пункты следует прописать в соглашениях в другом порядке. Прописать их как-то иначе, чтобы увидеть конкретный результат. И в продолжение моего первого вопроса. Сейчас многие говорят, что коррупция и затягивание реформ это намного более серьезная угроза для Украины, чем даже война на Востоке. Считаете ли вы так? Сейчас для этой страны, для государства, играющего важную роль на европейской арене, с растущей экономикой, есть реальный шанс стать успешной. Но что тянет вас вниз? Бесспорно, это война на Востоке, но также и проблемы с коррупцией. Но нельзя не отметить и то, что вам уже удалось достичь. Экономика страны растет, вы сотрудничаете с МВФ, в том числе и благодаря уже проведенным реформам. Главное, не прекращать этот процесс. И в интересах Украины, и в интересах украинского народа оказывать давление на ваше правительство, чтобы темп реформ не замедлялся. Многие в нашей стране мечтают о том, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Но при этом многие на Западе говорят, что мы попросту не готовы к этому. Верите ли вы, что Украина когда-то сможет стать полноправным членом этих организаций? Ну и конечно, наверное, на этот вопрос сложно ответить, но все же, сколько времени для этого потребуется? Вы правы, это очень трудный вопрос. Ни США, ни Россия, никто не должен определять, кто станет новым членом НАТО или ЕС. Да, вопрос о членстве в ЕС или НАТО для Украины, ровно как и для каких-либо других новых государств, сейчас не стоит. Но никто не должен диктовать политику расширения. На мой взгляд, и в свете того, что Великобритания собирается покинуть Евросоюз, очень важно, чтобы ЕС стал более гибким. Нельзя равнять всех под одну гребенку. Обязательство ввести евро, слушать одного президента, принять единую доктрину обороны, платить одинаковые для всех налоги. Это явно бы не подошло, к примеру, для такой страны, как Украина. Потому Европа должна понимать, что каждой стране, которая хочет стать частью ЕС, нужен отдельный подход. Но нужна ли Украина Европе? Да, Европе необходимо поддерживать хорошие взаимоотношения и сотрудничать со всеми своими соседями. Говорим ли мы о Великобритании, которая вскоре станет соседом ЕС, или об Украине, стране с населением 45 миллионов человек, с огромными перспективами в будущем. В интересах ЕС поддерживать партнерские соглашения в виде ассоциаций или, возможно, даже полного членства с разными странами, от Запада до Востока. Спасибо, благодарю вас за интервью. Ну и, конечно же, в интересах и Украины поддерживать партнерские отношения с Евросоюзом. И хотя бы, что называется, не нарываться на жесткую реакцию европейских стран в тех вопросах, которые для них чувствительны. Например, скандал с недавно одобренным Верховной Радой законом об образовании вышел уже на уровень всей Восточной Европы. Свои возмущения положениями этого документа выразили и болгарские дипломаты. Венгерские обещают блокировать любые инициативы Украины на международном уровне, пока Киев не пойдет на уступки. Подобные позиции у Польши, Румынии, Молдовы и России. Источник проблемы – норма о том, что с 1 сентября 2018 года возможность обучения на родном языке останется только в начальной школе. Дальше – обучение на государственном языке. По замыслу депутатов, эта норма должна действовать и в тех регионах нашей страны, где проживают крупные, скажем так, иноязычные общины. Украинские власти поначалу старались игнорировать скандал, мол, дали поручение дипломатам объяснить европейцам, почему новый украинский закон был принят именно в таком виде. Но чем больше стран протестовали, тем о больших уступках приходилось заявлять. Сегодня министр образования Лилия Гриневич заявила о готовности направить спорную норму закона об образовании на экспертизу Совета Европы. Ну а парламентская позиция в Украине призывает президента попросту наложить вето на этот закон. Мы категорически против нынешнего закона об образовании, закона об образовании в нынешнем виде, поскольку он не только портит имидж Украины в Европе, мы отказываемся от демократических норм по защите прав людей, которые говорят на другом языке. Их прав обучать детей, их прав слышать этот язык. Мы еще и ограничиваем в правах своих собственных граждан. Люди хотят говорить на родном языке, они хотят, чтобы их дети учились на родном языке. И парламент, большинство парламентское, не имеет права лишать людей такой возможности. Это нарушение конституционных прав. Мы считаем, что этот закон должен быть существенно откорректирован. В нынешнем виде он не может быть подписан. Поэтому мы, оппозиционный блок, сделали соответствующее заявление и потребовали от президента вето, применить вето на этот закон. Закон должен быть изменен. Наши европейские партнеры должны увидеть, что мы не только на словах, но и на деле идем в Европу. И действительно принимаем законодательство, которое соответствует европейским стандартам. А там четко в каждой стране защищаются права людей, которые хотят говорить на языке другом, чем государственный. И обучать своих детей на языке другом, чем государственный. В другой скандальной истории с возвращением в нашу страну Михаила Саакашвили появился уже высокопоставленный американский комментатор. Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, послал всех в суд. Заявил, что бывший грузинский президент имеет право на публичное судебное разбирательство о лишении его украинского гражданства. Ну а пока Саакашвилиада, которая началась с прорыва границы, продолжается. Хронологию самых скандальных событий недели смотрите в нашей короткой справке. Эта история будоражит ум и политика в уже неделю. Опичный прорыв Михаила Саакашвили через украинскую границу. Готовиться к встрече бывшего одесского губернатора на пункте пропуска Краковец начали за сутки. К рубежу подтянулись представители батальонов Донбасс, Унсо и Айдар. А еще группа неизвестных, которых назвали тетушками. Полиции и пограничники усилили охрану. Результат – стычки около сотни задержанных. Но вот в час Че, в воскресенье, Михаил Саакашвили в Краковец так и не прибыл. А вместе с женой, сыном и соратниками-депутатами поехал в Перемышль, чтобы добраться до Украины по железной дороге на Интерсити. Впрочем, и на поезде ему в Украину попасть было не суждено. Тогда бывший грузинский президент и украинский чиновник с группой поддержки пересел в автобус. Проехали польский пропускной пункт Медыка и остановились в украинском КПП Шегини, который в тот момент не работал, якобы заминировали. Но сторонников Саакашвили и это не остановило. Они с дракой прорвали строй пограничников. Итог – 16 пострадавших правоохранителей, но Саакашвили в Украине. Уже в понедельник он собрал журналистов во Львове. Первые лица страны осудили прорыв. А в Госпогранслужбе составили протокол о незаконном пересечении границы. Силовики пообещали ответственность для всех участников Саакашвилиады. Только допрошенных уже более сотни. И вернемся к еще одной судебной истории. Экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Напомню, он был сегодня арестован на 60 дней без возможности внесения залога. Его адвокаты такое решение намерены оспаривать. А сам Лавринович считает этот процесс политическим. Очевидно, что нужно было переключить фокус внимания. Ну и создать впечатление, чтобы показать, что есть эффективная городка злочинности в Украине. И что предыдущий злочинный режим в Украине реально переследуется. А не с ним ведутся перемоги. Сейчас в нашем эфире небольшая пауза. Мы продолжим подробности недели после короткой рекламы. В эфире третья, заключительная часть подробностей недели. Спасибо, что дождались. Миллионы гривен, которые зарабатываются на сострадании. Целая армия ряженых с протянутой рукой выходит на промысел на улицы украинских городов. Под надежным прикрытием смотрящих и правоохранителей. Нищая мафия очень структурированная и работает по четким правилам. Расписаны все. Районы, роли. Руслан Смещук на один день решил примерить на себя роль бизнесмена в лохмотьях. Чем закончился его эксперимент? Сколько ему удалось заработать? И сколько в день выпрашивают профессиональные нищие? Благостные старушки, коллеги в камуфляже, матери с младенцами и опустившиеся интеллигенты. Все это хорошо известные образы уличного нищего театра. В артистизме профессиональные попрошайки не уступают профессиональным актерам. Откуда родом, бабушка? Эта история стала известна всей Виннице. Несколько дней подряд кроткая старушка опросила деньги. В какой-то момент горожане заподозрили обман. Божий одуванчик скрылась в ближайшей подворотне и произошло чудо. Бабуля сбросила лет 30. Ох, как хорошо. Но ее поймали уже на следующий день. Оказалось, псевдо-старушка, гастролерша из Закарпатья. И в Винницу их приехала целая труппа. Какие вам роги? Финночка. 30-200. 30-200. Ох, оказалось мне, что 60. А мне 70. А мне требовалось жить назад. А чего он идет? А просевать? А кто бы нам их? Сначала войны на Донбассе у нищей мафии появился новый образ. Искалеченный солдат. И у Андрея, отсидевшего за кражу, теперь новое амплуа. Прошу людей, чтобы было хорошо жить. На жизнь я прошел людей. После того, как его убедительно попросили таким не заниматься, он переезжает в Киев. Ну что, мы что-то договаривались? Мы сказали, что я... Можно даже для вечера сегодня... Газбинтовый рудник. 152 гривны. За 4 часа. Его опять передают полиции. Впрочем, тщетно, вскоре он опять попадает в объектив и снова с перемотанными руками. Именно ветераны АТО зачастую борются с мошенниками в камуфляже. Как в Днепропетровской области. Доходчиво объясняют, что так делать не стоит. В нашей регионе это очень сложно сделать по одной простой причине. Потому что все друг друга знают. Несмотря на то, что нас больше всех, в этом есть наша сила. То есть, если в Киевскую область все приезжают со всей Украины, там сложно найти какие-то взаимосвязи, им можно рассказывать все что угодно. Все в достарушки, солдаты или калеки, все они попадают под статью Уголовного кодекса мошенничества. Но привлечь их к ответственности довольно сложно. Мы решаем провести эксперимент. Выдать себя за попрошайку. Перед этим консультируемся с сотрудником угрозыска. Ищая мафия, структура с четкой системой. Действует группами и под руководством смотрящего. Он гарант безопасности. Получает определенный процент. У каждой группы своя территория. Тоже у них есть свои правила. На чужие территории они обычно не заходят. Так как между ними могут возникнуть конфликты. И иногда даже приводящие к тяжелым последствиям. Для перевоплощения вначале немного грима. Одежда опустившегося человека и на промысел. Прошу на еду. Свой эксперимент мы начинаем на Подоле. В районе контрактовой площади. В пешеходной зоне. Но вот единственное, что оператор говорит, что у меня слишком чистое лицо. Поэтому последний штрих. Добавим, так сказать, крашу. Несколько минут с протянутой рукой и первые заработанные гривни. Спасибо вам большое. Береги вас Господь. Не очень охотно, но все же прохожие подают. Ну еще очень важное замечание, что все собранные деньги мы в конце нашего эксперимента перечислим в благотворительный фонд. Помощь тем людям, которые в ней реально нуждаются. А сейчас мы поменяем локацию. Вот здесь находятся летние террасы. И мы попристаем к людям. Вот так часто делают нищие. Впрочем, некоторые люди реагируют адекватно. Не поможет. Почему? Потому что в вашем возрасте можно работать. Крещатик, центр Киева. Мы продолжаем свой эксперимент. Сегодня в несколько другом образе. Сколоченные волосы, старое пальто и кроссовки. Но поначалу дело не идет. Перемещаюсь к метро. Пока оператор перекадровывался, мне дали 4 гривны. А сейчас, как вы видите, еще жетончик от метро. Нормальное место. Работает. Вокруг масса конкурентов. Подсматривают, так сказать, производственную хитрость. Нужно становиться там, где люди достают деньги. Тогда можно рассчитывать на сдачу. Например, как эта бабушка у киоска. Впрочем, даже такому неубедительному попрошайке, как я, по чуть-чуть подают. Вот эта позиция намного лучше. Плотный человеческий поток. Минут за 10-15 мне тут дали каких-то денег. Жетончики на метро. Монеты. Поэтому эта позиция лучше. Но так как оператор подошел, я ее рассекретил. Сейчас мы переходим в другое место. Конкуренты смотрят враждебно, но не подходят. Мафия попрошаек иногда позволяет работать на своей территории. Но только непрофессионалам. Людям, которые реально просят на пропитание. Ну а мы, похоже, на профессионалов не подходим. Профессионалы зарабатывают в несколько раз больше. У меня был случай. Мы шли по Софиевской площади с товарищем. Подошел парень и говорит, дайте денег. Мы говорим, так иди к нам в организацию работать. А он говорит, а вы будете мне давать 1800 гривен в день? А мы говорим, ну, 54 тысячи в месяц, конечно же, нет. А он говорит, а я здесь зарабатываю 1800, это в плохой день. В заработке нищей мафии это миллионы. Активисты из организации стоп-коррупции периодически борются против аферистов с протянутой рукой. Но пока не очень успешно. Там, где большие деньги, хорошая крыша. Полицейская. Это подтверждает и наш источник. На железнодорожных вокзалах работают патрули, которые, естественно, в курсе происходящего. Это не относится к высшему руководству, той же полиции. Это все решается на уровне руководства, допустим, того же ЖД вокзала. Естественно, эти попрошайки работают с их ведомой. Они забирают с них там энную сумму денег. Ну, как правило, это 20%. Но пока нищую мафию не победить, эта система четко работает под надежным прикрытием, зарабатывая миллионы на человеческом доверии. Руслан Смещук, Елена Миндалюк, Геннадий Аникенко, Никита Исайка и Валентин Велич. Подробности недели. Телеканал Интер. На этом все. Спасибо, что смотрели. И не пропустите следующую пятницу. Подробности недели. С Алексеем Лихманом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин